Друзья, всем привет! Вот и пришел первый день весны, а с ним и новый боевой пропуск. Кому интересно, что это за тачка такая и с чем ее едят, садитесь со мной рядом, посидим, потрящим, заодно и обсудим. Кто хочет, может, поддержать видео лайком, меньше слов, больше дела. Погнали! Итак, название у танка довольно простенькое, а именно бархан. Отсюда и ясно, что камуфляж явно песочный. Если судить исключительно по внешнему виду, то со всеми обвесами и легендарным камуфляжем танк смотрится довольно исторично. Хотя вряд ли немецкие тигры воевали где-нибудь в песках. Нет, я конечно понимаю, что вы еще от титана не отошли, но поверьте, бархан прям радует хотя бы тем, что похож на настоящий танк. Эти ветки на корпусе, камуфляжная сетка сверху прям наталкивают тебя на мысль, что ты за рулем настоящий боевой единицы. Напомните название танка, который был копией ган карьера. Как его? А точно, дредноут. Мне казалось, что среди канистр из боевого пропуска он был самый симпатичный. Но теперь, чтобы не быть бутылководом, скажу, что бархан выглядит еще лучше. Единственное, я не совсем понял, почему следующим танком стал именно тяж, ведь в прошлом месяце и так был титан. Также непонятно, зачем плодить однообразных тигров. В прошлом году вообще был ледокол, который является чуть ли не точной копией бархана. Одним словом, на еще одного песочного тигра в игре станет больше. Что у нас в плане динамики? Максимальная скорость 45 км в час при средней 26. Да, с подъемами наверху у него проблемы, ползет не всегда быстро. Но в целом из коллекционных тяжелых машин именно бархан имеет такие внушительные характеристики в плане максимальной скорости. Ни титан, ни ледокол, даже 131 тигр, который на минуточку премиум танк, ему вообще не ровня. Поэтому, что касается таймингов, вы всегда занимаете ключевые позиции одним из первых и зачастую уже поджидаете вражеские ТТ. По броне очень приятный и увесистый танк. К примеру, выезжая на пятые уровни, они будут видеть исключительно красный танк, который практически невозможно пробить даже в НЛД. К примеру, шестерки со слабым пробоем под прямым углом выцеливают НЛД. Но стоит довернуть корпус, тупо имба, даже батюшка не поможет. Хотя на помощь приходит голда, и тут сразу все становится ясно. НЛД здесь слишком широкое, закинуть можно даже с другого конца карты. Башня у нас имеет 100 мм, корпус 150 и 86 по бортам. Довольно увесистый тяж вышел, играть от бортиков одно удовольствие. Одноклассники зачастую даже не пробивают. Если вы играете вверху списка, можно смело ехать и давить пятые уровни, ибо у них шансов пробить очень мало. В плане орудия довольно точный ствол, если учесть, что это немец, то вопросы насчет точностью сами отпадут. Единственное, сведение здесь относительно долгое, хотя для шестого уровня я бы даже сказал, что пойдет. Для песка так вообще в самый раз. ДПМ, на удивление, тоже на порядок выше, чем у других тигров и его аналогов, и составляет 1844 единицы. В лоб можно перестрелять практически все. Пробитие вполне приличное, 150 мм на ББ и 200 мм на Галде. Средний урон составляет 220 за выстрел, что на 20 единиц больше, чем у того же тигра, который был в прошлом боевом пропуске. Как видите, бархан выглядит более интересно, но единственный минус у ВН здесь не самые козырные, всего лишь минус 6 градусов вниз. Для немецкого танка это как-то несерьезно, учитывая, что у 31 тигра целых минус 8 градусов. Отсюда вердикт, если у вас уже есть премиумный тигр, то бархан вообще не нужен. Разницы особо не заметите. Но если берете БП чисто ради плюшек в виде голды и свободного опыта, то танк в придачу вполне интересный, а главное достойный по ТТХ. По фарму скажу так, за очень хороший настрел за 2630 урона можно вывести 63 тысячи чистами. Ну за двушку считай будет полтинник. В принципе для фарма при полном отсутствии премов восьмого уровня неплохой вариант на первое время. В итоге мы имеем улучшенную версию привычного тигра, но с очень крутым легендарным камуфляжем и обвесом. ТТХ здесь на уровень выше большинства подобных ему машин. Нужен ли вам этот танк решать исключительно вам? Но чисто внешний вид меня очень приятно удивил. Я такие танки люблю. Что ж друзья, на этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик. До новых встреч. Пока-пока.